Здравствуйте! Меня зовут Равиль Габдулин. Я был подполковник запаса Вооруженных сил РФ, военный летчик-инструктор 1-го класса, 21 год, летал на вертолетах Ми-2 и Ми-8. Сегодня, более 12 лет уже, занимаюсь ремонтом, диагностикой японских автомобилей. Являюсь инструктором практического обучения автомехаников, сертификаты, которые представляют меня как специалиста авторемонта, на заднем плане вы видите. За 12 лет работы в автосервисе, мне довелось обслуживать и ремонтировать автомобили 13 брендов автопроизводителей. Первый свой двигатель я разобрал, когда мне было 13 лет. Это был двигатель D6 мопеда Рига 7. Разобрал, потому что закоксовались выпускные окна камеры сгорания. Почему даже дорогие японские автомобили, почему их двигатели не поддерживают суровых российских условий? Причин много, но наиболее значительное из них это низкосортное топливо, то, просто говоря, некачественное топливо, которое нам продают на АЛЦС. Где заправляться? Такой вопрос задают практически все владельцы иномарок, когда выходит из строя катализатор или кислородный датчик, в результате использования некачественного низкосортового топлива. Такой же вопрос задавал себе и я, когда приходилось до полной выработки ресурсов менять свечи зажигания. Слава Богу, на предыдущих машинах у меня не было катализатора, это были российские автомобили. Но сейчас у меня автомобиль японского производства, и вопрос долговечности работы катализатора и кислородных датчиков, двух кислородных датчиков, меня тоже волнует. Почти год назад, в апреле 2010 года, я нашел, в принципе, для себя решение. Решение оказалось достаточно простым, можно сказать, бесхитростным. Это небольшая таблетка, органический катализатор горения топлива. При детальном изучении вопроса выяснил, что катализаторы горения топлива, в принципе, используются везде. Достаточно давно. К этому же классу у катализаторов горения топлива относится злополучный ферроцент, который, в принципе, тоже запрещен на территории России для использования, как повышающий октановое число. Но, к несчастью, достаточно часто недобросовестные изготовители топлива и пользуются, в результате чего выходят из строя кислородные датчики катализаторы и убиваются свечи с зажиганием. Органические катализаторы горения топлива радикально отличаются от железосодержащих, металлосодержащих добавок катализаторов горения тем, что они абсолютно безвредны для двигателя. Добавляя в органическое же топливо органический катализатор горения, не изменяя химический состав топлива, меняет процесс, происходящий в камере сгорания. То есть они улучшают воспламенение, улучшают горение топлива в камере сгорания, заставляя даже некачественное топливо или низкосортовое топливо в период третьего такта рабочего хода четырехтактного двигателя внутреннего сгорания полностью выгорать все, скажем так, все фракции, углеводородные фракции топлива. Уже почти год, непрерывно используя органический катализатор горения топлива, наездил с его использованием 17 тысяч километров, при общем пробеге автомобиля 92 тысячи километров. Почему я, автомеханик, диагност, с достаточно большим стажем работа с японскими автомобилями, имеющий опыт эксплуатации личных автомобилей, рекомендую близким, друзьям, знакомым использовать регулярно этот продукт и регулярно использую его сам. Есть как минимум пять причин для этого. Первая, это, конечно же, уникальная возможность у меня как автомеханика использовать чужой опыт. Чужой опыт негативный, когда через 40-60 тысяч пробега на российском топливе, на достаточно надежных японских автомобилях, выходят из строя кислородные датчики, катализаторы, ну и забиваются топливные инжектора. И хотелось бы каким-то образом защититься от этой напасти, скажем, превентивно, то есть профилактически. Вторая причина, никогда для двигателя внутреннего сгорания не бывает излишней мощности. То есть любая прибавка без переделки двигателя, без перенастройки, без затрат серьезных, любая прибавка мощности, она приветствуется. И каждому хочется, конечно же, почувствовать, что его автомобиль стал более резвым. При высокой стоимости и при постоянно растущей стоимости на бензин экономия топлива или тот продукт, который даст экономию, даже в пределах 7-10% приветствуется, конечно же. Снижение токсичности выхлопа ощущаешь сразу. Это один из основных эффектов, который дает катализатор горения топлива. Ну и пятый пункт, это надежный запуск двигателя в любых условиях, снижение шума, снижение вибрации работы двигателя. Мне, как профессионалу авторемонта, хватило бы, в принципе, и одного, первого пункта в этом перечне, для того, чтобы принять решение использовать продукт для себя. К сожалению, многие люди не до конца осознают значение чистого выхлопа при использовании органических катализаторов горения топлива. И эффект экономии 7-14% не воспринимается серьезно. Однако выход из строя каталитического нейтрализатора выхлопных газов стоимостью более 1000 долларов или необходимость преждевременного капитального ремонта двигателя заставляет многих задуматься и искать пути решения возникших проблем. надо сказать, что такое решение уже есть. Решение простое, уникальное, очень красивое. Это органический катализатор горения топлива MPG Cups. Производитель компания FFI Forever Freedom International. Сделанное в виде маленькой таблетки очень удобно в использовании. Фактически всегда можно иметь при себе и использовать на любой заправке. О чем хотелось бы сказать отдельно. Обладая уникальными, исключительно положительными качествами MPG Cups может и не вылечить ваш автомобиль, потому что это скорее профилактическое средство, а не лекарство. Если ваш автомобиль неисправен, не ждите чудес. MPG не сделает его исправным. И в то же время правильно используя MPG Cups на исправном автомобиле вы получите все положительные эффекты, которые оговариваются производителем. Если вы обратитесь к специалистам по ремонту, по использованию любой добавки топлива, то не ждите положительных рекомендаций. Авторемонтингу в принципе не нужны исправные автомобили. Точно так же, как врачу не нужны здоровые люди. Наверное, найдутся люди, которые подвергнут сомнению все свойства, заявленные производителем MPG Cups, не удосужившись, не изучив, не проверив на себе на своем автомобиле. Просто потому, что они привыкли все отрицать. Я по этому поводу совершенно спокоен, потому, что уже более года используя MPG Cups, я получил все то, что заявлено производителем, и ни по одному пункту из заявленных свойств у меня не возникло никаких сомнений. Для тех, кто все-таки с недоверием относится ко всему самому передовому, к тому, кто не верит, что возможности современной химии позволяют создать такую таблетку типа MPG Cups, которая позволит органическому топливу сгорать в двигателе внутреннего сгорания полностью, с более высокой эффективностью, пожалуйста, я вас приглашаю, приезжайте в автосервис, в принципе, в каждом городе таких сервисов много, в каждом сервисе есть установки для чистки инжекторов, демонтаж, можно без демонтажа, пожалуйста, прочистить, имейте ввиду, что установка, которая использует чистку инжекторов без демонтажа, она, конечно же, прочистит вам камеру сгорания тоже, но при этом, если у вас есть катализатор, скорее всего, он будет поврежден, потому что идет в течение 20 минут идет агрессивная чистка камеры сгорания и все отложения, которые вы только что видели на экране разобранного двигателя, эти отложения все, то есть эти коксовые отложения, они куда-то должны выйти, кто знает, что из себя представляет катализатор, тот понимает, что пройти через ячейки катализатора такие отложения не смогут, они останутся там, ну, во всяком случае некоторое время, и имея систему рециркуляции, каждый современный двигатель имеет систему рециркуляции выходных газов, вы можете получить обратный вход в двигатель коксовых отложений, но уже не в том виде, в котором они первично попали в ваш двигатель, а в виде тяжелых, точнее прочных углеродных соединений. Что дает чистка инжекторов с демонтажом? Чистится сам инжектор в ультразвуковой ванне, чистится торец инжектора в внутренней полости, но камера сгорания при этом не чистится. То есть вы получаете достаточно краткосрочный эффект, при том, что все, что было в камере сгорания и все, что мешало нормальной работе двигателя, все останется в том виде, в каком оно и было. Так что же выбрать профилактику для ремонта? Используя MPG Cups для своего автомобиля, я уже выбрал профилактику, защиту и профилактику двигателя и одного из самых нагруженных услов двигателя камеры сгорания. И как бы в подарок ко всему этому я получил тихую, устойчивую работу двигателя. Я получил прирост динамики, особенно на низких и на средних оборотах двигателя. я получил понижение расхода топлива, пусть это 7-8% в моем случае, но это снижение расхода. Я получил устойчивый запуск во всех условиях, особенно это приятно зимой и зимой и морозом, а у нас в этом году температура доходила до 0,40. У меня не было ни одного сбоя, ни одного неудавшегося запуска, хотя я всегда использую дистанционный запуск. И кроме того, я получил защиту двигателя, защиту каталептического нейтрализатора выхлопных газов, который стоит очень и очень здорово. Последок еще об этом сказать. Пока не было ни одного с лучших подделок MPG Cups, но чтобы быть до конца уверенным, что он обладает оригинальный продукт, обращайтесь к человеку, который предоставил вам этот масел. Благодарю вас за внимание. Здоровья вам, здоровья вашего апреля. Субтитры создавал DimaTorzok